Сегодня 7 ноября, вторник. Смотрите выпуски телеканала АСА. Заплыв на длинную дистанцию. Ветром сорвало утеплитель с кровли Нептуна. Надолго ли унесет сроки ремонта? Расскажем в выпуске. В Ачинске пройдет инвестиционный форум. Так город учится зарабатывать деньги на жизнь. Смотрите, кто там будет. В Ачинск приедет поезд Деда Мороза, когда зальют уличные катки и другие новости дня. 7 ноября уже совсем темнеет, когда поплывем и покатимся в Нептуне и в катке Звездном. У меня сюжет о двух спортобъектах. Смотрите. То, что сейчас ледовое поле крытого катка выглядит как лужа, директор спорткомплекса Олимп Сергей Епишин говорит, это нормально. Процесс заливки еще продолжается. Но к 10 числу обещают успеть. Правда, тренировки все равно начнутся с понедельника. Разморозка катка длилась как у большого холодильника с мая и почти все летом. Затем рабочие демонтировали бетонную подушку. То есть вот эта вот куча, это все была подушка в крытом катке, да? Да, у нее скучало. Мы уравнивали там. Сейчас идет намораживание нового льда. К пятнице, уверяет руководство спорткомплекса, эту работу закончат. Намораживание как идет? Со шлангом мы заливаем водой, а установка компрессора работает. Заливка идет вручную, да? Да. Ну потому что где-то мы выглаживаем места. Вот допустим здесь пониже, значит сюда льем. Там повыше, туда не льем. Вот в таком плане. Это вручную? А только верхние слои будете машиной выравнивать уже? Да. Потом уже когда мы достигнем определенного уровня, машина просто все сравняет. А еще в четверг приступят к монтажу стеклянных экранов. Еще нужно уложить деревянные настилы и сделать разметку. Первыми на лед зайдут спортсмены. Дата для открытия сезона свободного катания пока не определена, говорит Епишин. А с ремонтом бассейна «Нептун» очередной форс-мажор. В выходные ветром сдуло часть утеплителя с кровли. И сегодня рабочие все восстанавливают. Отсрочка может составить минимум два дня. Бассейн «Нептун» закрыт уже второй год. За время службы плиты перекрытия дошли до аварийного состояния. Тут сложный и дорогой ремонт кровли. И с ним как-то сразу не задалось. Вначале подрядчик поставил некачественные плиты. Их при проверке забраковали. Теперь новую задержку, что называется, ветром надуло. По словам руководителя спортотдела Игоря Ускова, отсрочка может составить минимум два дня. Напомним, до 10 ноября, как обещал Ачинцам, мэр Титинков и «Нептун» и «Звездный» должны заработать для посетителей. К слову, работы на кровле бассейна не завершатся. Однако они не должны мешать занятиям. Если погода, конечно, не устроит проверку на качество ремонта. Проверка комбината школьного питания может довести до уголовного дела. Во время ревизии выявили недостачу продуктов. По нашей информации, сумма по нескольким школам набралась приличная. Не сошлось по мясу и бакалей. Напомним, в начале учебного года Ачинские власти инициировали тотальную проверку КШП. Пока ревизоры подвели итоги по всем школам. Сейчас на очереди детсады. В середине октября мэр Игорь Титинков сообщил, уже по предварительным итогам решил уволить директора КШП Наталью Романенко, причем по статье. Но не уточнил, по какой именно. Тогда, по словам Титинкова, обнаружили антисанитарию и другие нарушения. Сейчас Романенко на больничном, а материалы проверки мэрия готовится передать правоохранительным органам. Формируется акт, который в тех недостатках, которые есть недостачи, соответственно, да, и продукты, некоторые требующие проверки, сейчас уже выяснено. И при оформлении этого акта мы готовы передать этот акт и в правоохранительные органы. Исполнять обязанности директора КШП сегодня назначен Александр Самсонов. Ранее он работал замруководителем в управлении образования Большоулуйского района. Сам комбинат тоже реформирует. Школьные повара с 1 декабря станут сотрудниками образовательных учреждений. Сегодня начинцы простились с Дмитрием Кушнир. О гибели воина СВО нам сообщила его сестра Ирина. Дмитрию было 46 лет, и он был настоящим воином-патриотом. После службы в армии он несколько раз отправлялся в горячие точки. Воевал в Таджикистане и трижды уезжал в Чечню. По словам родных, любил книги и фильмы про войну. Хорошо разбирался в оружии. Но никогда не хвастался военными подвигами, хотя был награжден за участие в боевых действиях. Ирина рассказывает о брате, как очень спокойном и уравновешенном человеке. Работал на АГК, после неудачного брака новую семью не завел. И детей у него тоже не было. Когда началась спецоперация, родные говорят, он сразу заявил, что его место там. Ждал, когда призовут. Но под мобилизацию он не попал и отправился на СВО добровольцем. На передовой служил помощником сапера. По словам сестры, при обстреле был ранен и умер в госпитале 26 октября. Похоронили его в Большом Улую. Редактор субтитров А.Семкин В РБТРУ рассрочка на бытовую технику на 30 месяцев. Ачинский городской электротранспорт предлагает шиномонтаж, балансировку и ремонт резины по доступным ценам. Заключает договоры с предприятиями. Улица Кравченко, 40, въезд на автостоянку Трампарка. Интернет и телевидение от компании СИНТ в Ачинском районе. Скорость доступа в интернет от 50 мегабит в секунду. Более 100 ТВ каналов. Город Ачинск. Микрорайон 1 строение 55А. Дройп 2. Телефон 56-00. В организацию требуется электрослесарь, электромонтажник. Заработная плата от 60 тысяч рублей. Телефон 8-923-330-29-25. В РБТРУ рассрочка на бытовую технику на 30 месяцев. Так, кофеварка «Гарлин» с автокапучинатором и давлением 15 бар. Всего за 10 990 рублей. Рассрочка на бытовую технику на 30 месяцев в РБТРУ. Уличные катки в Ачинске откроются к декабрю. Заливать их начнут, когда установится твердый минус. А по прогнозу, к концу недели ожидается небольшое потепление. Пока планируется 4 катка. На Центральном стадионе Олимпа, на Нефтянике, в Школе Олимпийского резерва и на Строителе. Еще 5 площадок рассчитывают залить для катания во дворах. Точные адреса станут известны позже. В прошлом году ледовые катки заливали в конце ноября. Ранее площадки были также в Парке Победы и Сквере Металлургов. В этот раз от них отказались. В Ачинске пройдет инвестиционный форум «АИФ на Чулыми». Дата его уже определена. 21 ноября – это вторник. Так городские власти исполняют поручение Михаила Катюкова. Еще в статусе в РИО во время своего пока единственного визита в Ачинск он сделал замечание, что город больше проедает денег, чем зарабатывает. Так случилось, что сегодня Ачинск тратит больше, чем зарабатывает. Третий город в Красноярском крае точно должен иметь сбалансированный бюджет. И может многое себе в этом смысле позволит. Над этим я поручаю вам серьезно подумать и поработать. Никакие краевые дотации уменьшаться не будут в этой ситуации. Они будут оставаться, но не на проедание, а на развитие города. Не прошло и три с половиной месяца, а городские власти уже замахнулись на форум. Пока сообщается официально о пяти инвесторах. И ранее они уже представляли свои проекты. Это компания «Эковут». Она планирует построить в Ачинске три завода по переработке древесины. Производство, как заявляет инвестор, будет безотходным. Ачинск выбран как центр западной группы с самой богатой ресурсной базой. К строительству рассчитывают приступить уже в следующем году, чтобы в 2027 выйти на проектную мощность. Компания заявляет, что ей понадобится 750 рабочих. Алтайская группа продовольствия и компания «Текс» нацелились на строительство завода по переработке рапса на масло. Производство они планируют размещать на территории бывшего мелькомбината. По заявленным масштабам строительства, Ачинский маслозавод может стать крупнейшим не только в крае, но и в Сибири. Свои планы по освоению Ачинска есть у утилизационной компании «Север». По данным в открытых источниках, фирме чуть больше двух месяцев, но она хочет разместить свои установки по сжиганию отходов и на территории Ачинска. Кроме того, уже есть инвестиционное соглашение с «Газпром» газомоторное топливо, терминал нефть газом и Красноярск край газом о начале газификации города. Этот проект предполагает создание центрального логистического центра ремонта, обслуживания и переоборудования грузового транспорта на его заправку метаном. В планах перевести часть поселка Восточный на отопление газом. Если в сентябре инвесторы представляли свои планы, то к ноябрьскому форуму все они должны представить дорожные карты. Прокуратура не нашла нарушений при выдаче многодетным семьям земельных участков с джунглями. Такой ответ мы получили по запросу. В сентябре новости ОСА рассказали, что территорию после сноса бараков на стройке нарезали под застройку многодетным Ачинцем. На делы на улицах Молодежная, Назаровская, Декабристов получили около 30 семей. Но пустыри заросли кустарником, травой и мусорками. Тогда люди высказали недовольство. По их мнению, земли им выдали в недодлежащем состоянии. Несмотря на объяснение председателя КУМИ Галины Гришиной, что по закону мэрия должна обеспечить инфраструктуру, воду, свет, дороги, но не должна расчищать участки, прокуратура отреагировала на наш сюжет своей проверкой. Вот цитата. Работы по очистке земельных участков для строительства жилого дома относятся к начальному этапу строительства. Произрастание на предоставленных земельных участках деревьев, поросли не исключает строительство индивидуального жилого дома. Конец цитаты. Также сообщается, что пять семей уже обратились в мэрию за разрешениями о сносе деревьев. Напомним также, что в очереди на выдачу земельных участков стоит около 800 семей, по информации мэрии. Жизнь Ачинска полна интересных событий, о которых лучше всего расскажут сами жители. Наталья Сусанина и Евгений Кондрашов перелистывают важные страницы истории города. Вместе с теми, кто знает о Бачинске чуть больше, чем остальные. Совместный проект телеканала ОСА и газеты «Город А». Первая полоса. Смотрите в эфире и читайте в газете. Одинокого лебедя заметили Ачинцы на Чулыме. Видео появилось в соцсетях 4 ноября. Как утверждает автор, снято оно в районе Соснового озера. Мы обратились за разъяснением к специалисту, стоит ли беспокоиться о судьбе краснокнижной птицы. По словам эксперта, из-за теплой осени у птиц сместился сезон перелета. Пока водоемы стоят с открытой водой, никаких опасений, что дикие лебеди и другая дичь погибнут, нет. Возможно, лебедь сел на отдых или для кормежки. Также на днях лебедей видели в Боготольском районе и Назарове. Сразу два ЧП с начала учебного года произошло в школах Ачинска и Ачинского района. Девочки-подростки в 12-й школе избили старшеклассницу, возбуждено уголовное дело по факту. А в Белоярской школе подрались мальчик и девочка. У последней сотрясение мозга. Но участники детской драки не достигли возраста ответственности. Им по 11 лет. Какие ошибки в воспитании совершают взрослые, что это приводит к таким вот последствиям? Об этом мы сегодня побеседуем с Натальей Викторовной Беловой, начальником отдела по делам несовершеннолетних Ачинской полиции. Наталья Викторовна, здравствуйте. Здравствуйте. Не случайно сказал про ошибки именно взрослых, а не родителей конкретно. Сюжеты о школьных ЧП всегда вызывают споры. Одни считают, при чем здесь педагоги, если все произошло за пределами школьного двора, как в случае, например, с 12-й школой. Тем не менее и учитель, и директор получают взыскания по службе, потому что недосмотрели. Как, по-вашему, здесь нужно разделять ответственность? Если говорить конкретно про случаи в 12-й школе, то и педагоги, и директоры действительно получили дисциплинарное взыскание. И это не просто так, да, объявили взыскание, были проведены именно служебные расследования ведомственные, и установлены причинно-следственные связи именно, ну вот, нарушения педагогической деятельности в части воспитательной работы среди учащихся. Именно поэтому и последовали дисциплинарные ответственности. Потому что за любыми детскими конфликтами всегда стоят, правильно вы сказали, ошибки взрослых, и они в комплексе всегда рассматриваются. Это и какие-то семейные конфликты. Ребенок сканирует поведение взрослого окружения своего, и грубость, и жестокость, и способность оскорблять других, да, если у него это где-то в окружении присутствует, не пресекается и не прививается к культурное общение, то ребенок это транслирует среди своих сверстников. И, конечно, это есть ошибки окружения в школе педагогического состава, которые, видя начальные этапы какого-то конфликта, да, детского, думают, что, может быть, сейчас пройдет, дети помирятся, и немножко спускают на самотек, не принимая своевременных мер по урегулированию вот этого только начинающего внутришкольного конфликта. Но, как показывает практика, рано или поздно вот этот вот начальный конфликт развивается очень спокойно, но потом у кого-то из участников, а в конфликте всегда виноваты две стороны, не бывает так, что кто-то один виноват. Кто-то начинает, но вторая сторона его подхватывает и продолжает. Поэтому этот конфликт потом, скорее всего, чаще всего в практике перерастает вот именно в причинении физической боли, физических телесных повреждений, то есть вовремя не заметили. Ну и еще, конечно, это ошибка, то, что дети не учатся, взрослые не учат их бесконфликтному общению, не учат их выходить правильно из конфликтов. К сожалению, многие дети сейчас действительно знают единственный способ защитить себя, свою честь, как они думают, свое достоинство, если их кто-то обозвал или оскорбил, только кулаками. То есть мирного урегулирования конфликта – это специальные навыки, они вырабатываются психологами, да, они прививаются, развиваются, умение решать, договариваться. В школах есть эти службы, но очень часто мы включаемся в работу только тогда, когда уже вот произошло чрезвычайное происшествие. А в идеале, конечно, вовремя заметить и предотвратить. Вы разбираете каждый случай в деталях. Что стало причиной конфликта? Какая ситуация у ребенка в школе, в семье? На конкретном примере из последних ситуаций, объясните, пожалуйста, какие именно ошибки и с чьей стороны спровоцировали подростков на такую жестокость? Если говорить конкретно вот эти последние два примера, да, то никто из этих ребятишек не состоял на профилактических учетах. Никто из них не был, как мы привыкли говорить, да, неблагополучные семьи. То есть почему-то мы в обществе привыкли ждать каких-то нарушений от детей из таких особенных семей, где может быть низкий материальный достаток, где может быть не совсем благополучные родители. Нет, на сегодняшний день это не показатель, потому что интернет, пространство стирает все границы, расширяет возможности детей для общения между собой. Поэтому дети, конечно же, объединяются в группы по каким-то своим подростковым интересам. И эти интересы иногда не совпадают с интересами второй группы. Возникают, конечно, межличностные, прежде всего, конфликты. Кто-то кому-то нравится больше, кто-то кому-то нравится меньше. Дети особо не выбирают выражение при общении. И рано или поздно вот это перерастает уже в такой прям серьезный межличностный конфликт. Как правило, участвуют два человека, да. Но с каждой стороны обязательно есть сочувствующие и поддерживающие своих друзей. И поэтому возникают вот именно вот такие вот групповые конфликтные ситуации, что вообще как бы влечет, как правило, более серьезные последствия и для здоровья в том числе. Потому что массовые групповые драки, конечно, опасны тем, что никто особо не контролирует свои действия, а просто уже входят в азарт. И это может вообще правда очень плохо и серьезно закончиться. Причины всегда такие, ну, как я уже говорила, неумение решить мирно, неумение договориться, неумение услышать и принять вторую сторону, что он, да, он другой, да, он не такой. Но это не значит, что он плохой, это не значит, что что-то неправильно. И неумение второй стороны цивилизованно как-то ответить и доказать как-то свою правоту, а именно только кулаками. Поэтому и конфликт. Получается, все же взрослые, в частности, и педагоги, и родители в обоих случаях упустили момент обучения. Да, конечно, конечно, это безусловно. Я говорю, просмотрели. Может быть, у ребенка изменилось поведение, да, ребенку стало некомфортно в школе. Не родители, получается, не стали разбираться, а почему, да, что оказывается у детей затяжной конфликт. Вот, не учителя, ну, все же вроде как ругаются, да. Скорее всего, вот именно вот такое отношение, что само пройдет. А оно само не прошло, дети приняли решение о таком достаточно жестоком способе разрешения конфликта. Наталья Викторовна, вы упомянули интернет. Насколько сейчас вот интернет, наверное, опасен, да, для подростков в плане вот провоцирования подобных конфликтов? Ну, на сегодняшний день мы все понимаем, что интернет – это наше настоящее, наше будущее, скорее всего. Это хорошо, потому что это дает очень серьезные, большие возможности для детей, которые хотят быть успешными, да. Это и какие-то международные проекты, и всевозможные конкурсы. И наши Ачинские ребятишки из района тоже активно участвуют, и есть призеры, и победители, и классно. Но действительно в интернете очень много рисков, потому что и в современном мире, где вот нестабильная внешняя политическая ситуация, да, и пытаются раскачать страну через детей, раскачать очень удобно. Вы помните наше начало года, когда вся страна была поднята, да, когда подростки и молодежь вообще, не только подростки, собирались вот в эти вот течения деструктивные группы в больших торговых центрах массово и пытались устраивать массовые побоища. Вы видели неоднократно, как собираются через интернет спортивные фанаты и устраивают какие-то стычки между собой. То есть этим интернет опасен действительно, потому что достаточно одной неосторожной публикации, призыва, и люди активно начинают в это включаться. Многие даже не понимают значения каких-то движений, слов, но почему-то считают нужным в этом принять участие. Дети особенно в это вот активно включаются. А если еще и детям пообещать за это какие-то денежные вознаграждения, а такие факты, к сожалению, тоже есть, то ребятишки, конечно, на это очень легко ведутся, потому что не осознают опасность и противоправность. Поэтому бывают случаи, конечно, и по стране, когда дети втягиваются даже в преступления. Слава Богу, в нашем городе этих фактов не зафиксированы. Я надеюсь, что наши дети достаточно грамотные и понимают ситуацию в стране и не поведутся ни на какие провокации. Но по стране такие факты зафиксированы, когда ребятишки втягиваются вот в эти вот интернет-призывы и становятся участниками вот этих вот преступных течений. Профилактические беседы вот с участниками этих конфликтов детских, с их родителями, общешкольные собрания, постановка на учет, административное наказание родителей за проступки их несовершеннолетних детей. Это вообще срабатывает? И в чем вы оцениваете эффективность этих мер? Я всегда говорю, что в принципе не надо бояться постановки ребенка на учет. На самом деле это профилактическая мера, это не наказание. Основная задача – это наконец-то донести ребенку правила поведения, нормы ответственности, если вдруг он по какой-то причине до чрезвычайного происшествия не знал об этом. Ну, либо дел вид, что не знает, либо пренебрежительно к этому относился. Поэтому, конечно, основная задача наша – это снизить количество правонарушений, снизить количество преступлений. Основная задача вот в этом – снижение числа подучетной категории. У нас пока наблюдается стабильное снижение. Ну, то есть подучетники – это наши дети, которые вступили уже в конфликт с законом. Мы таких ребятишек ставим к нам на учет. Эффективность мы оцениваем по количеству обращений родителей от школ, допустим, что в школе конфликт, мы не можем его разрешить сами, помогите, полиция включается в эту работу. Тоже таких фактов стало меньше. И я считаю, что это тоже хорошо. Это значит, родители, дети и школа научились между собой замечать вовремя, как я уже сказала, эти конфликты, и вовремя их решать. У тех детей, которые поставлены на учет, все равно случаются рецидивы. Не у всех, но такое бывает. В вашей практике как часто они такие случаи происходят, и вообще сколько их было? Конкретно за этот календарный период, к счастью, у нас снижение, как мы называем, рецидивной повторной преступности. Это у нас всего два ребенка, они совершили повторно три преступления. По каждому повторному преступлению мы проводим подробную проверку, какие причины именно преступлений повторных у детей. Ну и, как правило, это, конечно, вот здесь, это 100% недосмотр родителей. И убежденность детей, что пока они не достигли возраста определенного, им ничего такого серьезного не будет. Ну, там, пожурят, постоим подольше на учете, ну, дадут условное наказание, но дети забывают. Родители, наверное, пренебрежительно к этому относятся, что даже условная судимость – это все-таки уголовное наказание, это все-таки судимость. Более того, любая условная мера наказания может стать реальной при нарушении условий, выставленных судом. И такие прецеденты у нас тоже в городе были, когда детям заменяли условное наказание на реальный срок и отправляли в колонию ребятишек. На сегодняшний день есть единая база, куда вносятся вот эти вот дети, вступившие в конфликт с законом, как состоящие на профилактическом учете. И даже после снятия дети остаются в этой вот единой общероссийской базе. Поэтому при каких-то серьезных проверках, при поступлении в учреждения ведомственные какие-то, военные, профильные, специальные, при трудоустройстве на какие-то государственные должности, вот эта вот детская минутная какая-то слабость, глупость, нежелание принимать нормы поведения в силу возраста, такой максимализм юношеский, он может стать потом серьезной проблемой уже во взрослом возрасте и даже помешать реализовать свою мечту уже взрослую серьезную. В этом плане, конечно, родители должны всегда помнить и вовремя остановить своего ребенка. Напомню об ошибках в воспитании, которые допускают взрослые и которые приводят к тяжелым последствиям и жестоким конфликтам. Мы беседовали с Натальей Викторовной Беловой, начальником отдела по делам несовершеннолетних Ачинской полиции. Наталья Викторовна, вам спасибо. Вам спасибо. Наталья Викторовна, вам спасибо. Наталья Викторовна, вам спасибо. Продолжение следует...